Дороги из Москвы в Крым Мы идем совершенно по новой дороге, которая уже через год позволит автомобилям объехать эти два города Вот там, позади у нас Воронеж, а вот там, посмотрите, впереди какая новая красивая дорога, совершенно новый объезд Давайте мы над ним полетаем, и я вам кое-что интересное расскажу Лосево и Павловск являются одной из самых главных дорожных ловушек страны Трасса М4 Дон наполняется автомобилями, движущимися к морю И если неправильно выбрать время проезда, то можно встать тут на несколько часов Я знал, что в этом месте строится объезд нашего любимого участка дороги И не раз о нем рассказывал в своих видео на канале Однако, до сегодняшнего дня, все мои представления о стройке ограничивались отрывочными видами из окна автомобиля во время движения Но каково же было мое удивление, когда я увидел сегодня эту шикарную дорогу и даже смог по ней пройтись Она реально уже существует Да, к сожалению, почти как и вся трасса Дон, этот объезд будет тоже платный Но после завершения строительства комфортный проезд Лосево и Павловска нам с вами будет обеспечен Как вам этот обход? Что скажете? Он начинается, не доезжая приблизительно 7 километров до Лосево А заканчивается далеко за Павловском Как правильно проехать это чудесное место в 2019 году? Смотрите, я бы уезжал из Москвы где-то в районе 9-10 вечера Конечно, если вы можете нормально ехать ночью Тогда вы проходите относительно предсказуемый участок трассы между Москвой и Воронежем Где-то в районе 5-6 часов утра И выезжаете на отрезок Воронеж-Ростов В это время уже дневной свет По пути до Воронежа есть небольшие ремонты дорог Но особых сложностей они не доставляют Из Москвы выезжаем вечером Именно так мы и сделали Сейчас солнце встает в районе 3 часов утра В июле и августе должно чуть позже Где-то плюс-минус 4 Таким образом вы снижаете риск попасть в пробку в Лосево и Павловске И даже если вам повезет, вы нормально пройдете камень в Шактинске На него мы посмотрим немного позже А мы с вами сейчас едем в Павловск И еще с одного ракурса посмотрим на строительство этого обхода А я вот все думал Чем эта дорога отличается от Полтавриды Вроде тоже сумасшедшие гонки Тоже две полосы Тоже много хороших людей Нагло идущих на обгон Так вот, дело в обочине Тут она есть А на Тавриде ее нет И случись какая непредвиденная ситуация Там попросту некуда деваться Если придерживаться этого графика В вашем распоряжении будет весь световой день Чтобы доехать к морю и уже там лечь спать Конечно же вы должны правильно оценить свои силы Если собираетесь ехать ночью Но есть и другой вариант Если вы, например, едете транзитом через Москву Вы можете заночевать в районе Воронежа И с первыми лучами солнца Двинуть в сторону Ростова На расцвете всегда сложно рулить Но потом, когда проходит этап коматозного состояния Кстати, в это время лучше пусть даже на полчасика Но остановиться и развеяться Чтобы открылось второе дыхание И организм включился в новый световой день Часто это помогает Но, конечно, все очень индивидуально Едем мы с вами уже по Павловску И впереди у нас будет круг с постом ДПС Вы, я думаю, знаете, что нам на круге прямо в сторону Ростова Но мы на секунду с вами свернем налево И посмотрим, где тут проходит новый обход И в каком он сейчас состоянии Вот мы свернули Дорога заметно стала хуже Но ям нет Разметка вроде есть И ее даже видно Это радует Кстати, в этом году почти на всей платке Появились таблички с надписью Нарушение правил парковки Штраф в полторы тысячи рублей И по правой стороне дороги Обочину отделяет оранжевая длинная сплошная линия Таких мест огромное количество Но сейчас мы с вами едем по бесплатной дороге Хотя, конечно, она условно бесплатная А мы с вами движемся к стройке века В рамках Павловска и Лосева И там сейчас во время полета Я вам чуть подробнее расскажу об этой дороге Мы на месте Летим над основным ходом И вот сейчас, развернувшись, продолжаем движение Уже в сторону от Москвы Протяженность обхода Лосева и Павловска Составляет 85 километров На нем 4 полосы движения С разделенными встречными потоками Тут не будет развязок в одном уровне И светофоров В рамках проекта возводят 28 мостов и путепроводов 7 площадок для отдыха И 5 развязок в разном уровне Так что уже в следующем году Двигаясь к морю Мы с вами сможем мимо прокатиться с ветерком Все, возвращаемся на круг Аккуратно проезжаем гаишников Мой водитель немного устал Так что не судите его строго И движемся мы с вами в сторону Камен-Шахтинского Интересно, что там с ремонтом моста? Сводки погоды по маршруту нерадужные И я морально готовлюсь к самым различным сценариям Также нам с вами нужно по пути посмотреть На знаменитой ловушке М4 В Аксайе, на Батайском кольце И конечно же в Цукеровой балке Очень интересно, какой в этом году шмон Есть он или нет? Хотя мои знакомые, которые ехали в мае Рассказывали огромное количество нелицеприятных историй Все, друзья Я жду ваших комментариев под видео И обязательно присоединяйтесь к нашей дружной команде Подписывайтесь на канал Нажав на синий кружок в правом нижнем углу видео Всем пока До скорых встреч Каменс Шахтинском Ваш Капитан Крым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин